Субтитры сделал DimaTorzok Добрый вечер в эфире ток-шоу Высокие отношения С вами Елена Абитаева И Николай Певненко Сегодня и каждую пятницу мы рассказываем о людях и событиях, оставшихся за кадром итоговых программ Но научивших мир жить на уровне сердца Но с наступающим, как говорят у нас Это я должен сказать, с наступающим Мужчины именно на празднике активизируются Некоторые женщины считают это подвигом, когда мужчина вдруг неожиданно делает такое красивое предложение Некоторые, я хочу сказать, мужчины получают удовольствие от этих подвигов не меньше, чем женщины Они самоутверждают Да, в первую очередь Мол, я такой крутой Когда-то Геракл совершил 12 подвигов Правда, не во имя женщины, а во славу Микенского царя В конце концов, ставить рекорды куда приятнее перед широким зрителем, чем мыть посуду, дабы угодить одной И приходится плакать сильной женщине у зашторенного окна Ведь кто поверит, что Лолите Милявской или Карине Добротворской тоже нужно крепкое плечо Когда вокруг так много айдуритских А избы тем временем все горят и горят А кони все скачут и скачут Так что мы сами растим и воспитываем поколение безвольных мужчин А мистера Бига всегда оставляем соседке И теперь самое время задать главный вопрос сегодняшней программы А способны ли современные мужчины на свершение ради единственной и нежной? Да и нужно ли вообще лезть на Эверест, когда амазонка 21 века больше нуждается не в герое, а в ласковом домашнем коте? Вот об этом мы и поспорим В студии ток-шоу высокие отношения Любимые наши, я поздравляю вас с праздником 8 марта Я хочу пожелать вам любви, счастья, благополучия, нормальных мужчин рядом И вселенской радости Николай, открою вам большой секрет Мужская любовь измеряется не приступами любви и судорогами признаний, а поступками, в том числе и мелкими бытовыми Только женщины очень быстро входят в кураж и через неделю принимают и вынесенный мусор, и цветы, как кофе к завтраку, без всякого эмоционального вау Так что для ощущения хэппинга по жизни мужчине нужно почаще абстрагироваться от бытовых проблем и устраивать феерию исключительно по праздникам Тогда суп даю Цены ему не будет Ну, во-первых, я улетаю на 8 марта, и меня не будет рядом Вот Что я подготовлю? Ну, банально, большой-большой букет цветов Какие-то подарки И все это будет неожиданно То есть, когда моя любимая будет думать, что я про нее забыл в такой праздник Ей все это неожиданно привезут И она расплачется А вот тут я категорически не согласна В конце концов, что такое подвиг во имя любимой? Это когда ее приоритеты заставляют мужчину выйти из зоны его личного комфорта А это стресс И тут есть несколько моментов для обсуждения Точно Пилить или не пилить? Вот в чем вопрос Николай, вот сразу видно, что для вас 8 марта это день повинности перед всеми женщинами страны А мы говорим о единственной, которая дико бесится, когда утром ей перепадает тот же джентльменский набор с шампанским и конфетами Что и вашим прекрасным коллегам из бухгалтерии И тут самое время расставить все точки на джи Женщине не нужен Геракл или капитан черной жемчужины Даже если он прекрасен, как Орландо Блум Женщине нужен мужчина каждый день, каждое утро И иногда даже в обед А потом вы будете плакаться при встрече со своим подружком О том, что вам не хватает приключений в личной жизни Николай, ну самоутвердиться в глазах женщины можно и за дверьми собственной спальни Или в день зарплаты, ну на худо это конец В общем, вам совсем не нужно быть человеком-пауком Ну не нужно спасать мир вместе с Томом Крузом Достаточно просто быть хорошим отцом и внимательным мужем Леночка, как поется в песне, так не бывает Женщина не менее тщеславное существо, чем мужчина И если мы хотим общественного признания, то вы хотите стать стимулом этого признания А значит мало быть комфортным, нужно быть еще и рисковым Особенно во имя любви Был спектакль Монте-Кристо Мы играли в нем супругов Просто проходка Основное действие шло на втором плане У главного персонажа, он в тюрьме, страдает, поет арию Все внимание на нем сосредоточено А мы просто прогуливаемся на авансцене И вот во время этой мизансцены я сделал у Насте предложение Я думаю, что более красочная вам расскажет об этом Настя Ах так! Тогда самое время для главного козыря наших жестоких игр Ведь первые гости нашей сегодняшней программы готовы поддержать именно мою точку зрения А сколько раз твердили миру, что на одной территории страсти не сойдутся Один невероятно талантливый композитор и актер и одна невероятно яркая артистка Однако этот семейный тандем одинаково ярко блестает и в совместных постановках И на красных ковровых дорожках кинотавра и золотого орла Ведь семейная жизнь это не подвиг, семейная жизнь это констатация любви Итак, актриса Анастасия Макеева уже в студии ток-шоу «Высокие отношения» Здравствуйте, Анастасия! Здравствуйте! Рада вас видеть у нас здесь! Вот говорят, что в вашей жизни как минимум был один подвиг Но некоторые женщины считают это подвигом, когда мужчина вдруг неожиданно делает такое красивое предложение Вы сейчас говорите о том, что Глеб сделал мне предложение на сцене Но это не было, что он при всем зале упал на колено и сказал «Великая Брунхильда, быть моей женой» А как он с рядов с последнего кричал? Нет, он не кричал, никто даже не в курсе был о том, что он сделал мне предложение Дело в том, что мы вместе играли, я играла «Мерседес», это «Монте-Кристо», в общем, всем известный роман А он играл «Фернана де Марсер», моего нелюбимого мужа И вот мы на авансцене, он подходит ко мне, разворачивает меня, кладет мне в руку кольцо и говорит «Выходи за меня замуж» Шепотом? Нет, голос, но этого никто уж не слышит Как бы музыка идет Ну, идет музыкальная часть, это без слов этюд А я должна сыграть «Ах, простите, мне не до вас» Какой фнахал вообще А у меня, естественно, переполняют эмоции, хочется сказать «Да», но самое главное, что пытка продолжалась и после предложения Потому что, когда мы вышли за кулисы, я повернулась и сказала «Что это было?» А он сказал, говорит «Да так, дома поговорим» И я весь спектакль не понимала, то ли он надо мной подшутил, но артисты бывают так шутят Меняют реквизит, ну, может, он взял какое-то что-то, я же не понимаю, что это там, я чуть ли не на зуб Какое-то что-то там, а кольцо Настоящее-не настоящее, золото-не золото Может, я сейчас приду в гримерку и скажу «Девчонки, такое было еще сужение» А он потом скажет «Да ладно, это реквизит, да, я его и сядом взял» Сумасшедшая, я просто прикололась, она думала, что я ее замуж позвала То есть у меня вообще было непонятное состояние, пока вот, в общем, как бы уже дома мы как-то не разобрались Скажите, пожалуйста, женщина ждет подвига? Женщина ждет чего-то неожиданного? Ой, эти глупые женщины ждут, они подвигов, но их, конечно, они бывают только на страницах романов, наверное, и в очень редких случаях в жизни У меня просто был опыт, как бы, скажем так, прекрасных каких-то романтических отношений именно вот с человеками Да, с подвигами, человек там бросался на колени, публично признавался в любви Все это, конечно, там вызывало во мне невероятные эмоции Но все-таки, на мой взгляд, настоящий мужчина познается в каждодневных, скажем так, трудностях и мелочах Потому что некоторые, я хочу вам сказать, мужчины получают удовольствие от этих подвигов не меньше, чем женщины Они самоутверждают, мол, я такой крутой Поэтому, как бы, подвиг к подвигам, это, конечно, прекрасно как дополнение все-таки к некой опеке и защите каждодневной в жизни женщины Которая, ну, кажется, что скрыта в мелочах, но на самом деле из мелочей состоит вся жизнь Вот смотрите, у вас же еще другая ситуация, вы вместе работаете Одно дело, когда муж где-то там, жена где-то там И вдруг они иногда даже не встречаются вечерами, потому что все время работа А вы работаете вместе, вместе живете, все вместе Когда у него есть время для подвига? У нас есть совместные проекты, о которых мне бы, конечно, хотелось рассказать Но также у нас есть очень много и разных проектов У нас есть свои творческие вечера, у него есть сольные концерты, у меня есть съемки в кино Поэтому мы порой, я вам хочу сказать, что мы по-настоящему бываем друг с другом Не в Москве, а вот только когда мы уезжаем от всего, от всех работ и находимся друг с другом именно вместе Потому что Москва нас все равно разделяет Как вы видите, я сегодня здесь одна, хотя я была бы очень рада, если бы на стульчике напротив сидел бы мой супруг И отвечал бы вам про подвиги Но у него сейчас как бы съемки, у меня появилась возможность Я с удовольствием пришла к вам в студию в гости Поэтому, когда он находит время, конечно, ему лучше адресовать вопрос Но в принципе, я считаю, что если мужчина хочет, он всегда найдет возможности Какой хитрый заход сейчас был Хитрый заход, но тем не менее, смотрите, Анастасия, как вы сами сказали, что ни для кого не секрет У вас очень много совместных проектов, в первую очередь Дает ли вот, например, Глеб вам возможность дать оценку его творчеству? Мюзикл «Территория страсти», да, где вы вместе, все прекрасно Он пишет музыку? Он написал музыку, он автор идей, да Все понравилось, вот Анастасия Макеевна, все понравилось Нет, что вы, там были такие баталии, споры Во-первых, он меня изнурял, вы говорите, как он относится к моему мнению Он очень его ценит, я надеюсь Во всяком случае, он меня просто будил в 2 часа ночи Говорил, послушай, вот, вот Ария Турвель, как тебе? Я совершил подвиги, написала Да, я говорю, да это вовсе не Турвель, то, что с ума сожжет, это вообще размонт Вообще, ну, не похоже на Турвель И очень многие вещи, действительно, в мужские арии переходили в женские Какие-то куплеты, что-то менялось, рокировка происходила И очень часто мы действительно прямо вот вместе, как бы, я такая бесплатная фокус-группа Ну, а как вы выходили к общему знаменателю? Ну, все равно последнее слово за создателем У него очень хороший музыкальный вкус, но иногда замыливается слух И вот тут вот есть я А вы никогда не думали, что та же территория страсти Это его подвиг, в какой-то степени по отношению к вам И уж позволю себе сказать, и ваш подвиг по отношению к нему Женский подвиг тоже бывает? Ну, конечно, я надеюсь, что это подвиг Вообще, к нам, когда пришла на премьеру Ольга Кабу, она сказала Глеб, сразу видно, любишь свою жену Написал спектакль просто под нее Не знаю, так ли это официально история умалчивает Мне не были преподнесены клавир к ногам и сказать, что Анастасия это все для вас Но в этом спектакле действительно есть вполне две роли Это две противоположные роли Мадам де Турвелли и Маркиз де Мертей коварная Но Глеб очень строгий критик И мне приходится каждый раз доказывать свое право Он на существование в этом спектакле Он считает, что к своим спрос должен быть сильнее, чтобы, ну, больше Чтобы никто не подумал, что я, как бы, по блату имею эту возможность выходить на сцену Но вот мы сейчас делаем сказку новую Как раз к осени для детей Сколько у вас там ролей, Анастасия? Вот, год, сказку Алисы в стране чудес Ни одной роли Да как же это так? Ну, вот так, нет, конечно, он мне предложил, говорит Давай я напишу на тебя Красную Королеву Я ему сказала, что нет, я не хочу ничего исполнять Я хочу быть Алисой Ну, Алисой я совсем, что вы, совсем по возрасту не подхожу Нет, я с большим удовольствием, как бы, сейчас у меня вообще Новая страница в моей жизни Я пошла на подготовительные курсы, собираюсь поступать на продюсерский факультет Вот, и, в общем-то Ну, стучи, зачем? Ну, у вас и так все прекрасно в актерской карьере, зачем? Нет, ну, как бы, мы же создаем свои проекты Мы вот создали территорию страсти Она у нас с большим успехом идет Вот в театре эстрады Приходите, посмотрите на наш спектакль С удовольствием Да, она у нас вызывает даже у мужчин очень трепетные чувства Да, у нас даже мужчины плачут Учатся ли им после этого совершать подвиги? Я думаю, что да Ну, это вообще такой спектакль об отношении между мужчиной и женщиной Женщиной, это как бы такое О противостоянии мужского и женского начала И наш спектакль, как некая притча, говорит о том, что не надо Доказывать ни женщине, ни мужчине, кто важнее Потому что они как единое целое А в конце женщина говорит, я все-таки права Нет, ну, как бы, она побеждает Если вы помните роман, это Шадрило Далакло «Опастные связи» Она побеждает Маркиза Дамертей И Вальмон погибает Но она, к сожалению, говорит, я раздавлена, я повержена Потому что, да, я, там, Виват, победа выиграна мной Но вот вопрос, какой ценой Зачем вам, женщинам, эта победа? Как только вы начинаете побеждать на всех фронтах Какие подвиги? Какие мужчины? Смотрите Какие продюсерские курсы? Вы так неубедительны Нас двое, а вы один Мы вас заклюем А чтобы не упасть на колено? При том, что у меня был большой опыт игры в различных мюзиклах И бродвейских, и Чикаго, и Мамма-Ми, и Зор, и так далее Тем не менее, хочется, конечно, создавать свое А не просто играть привезенное чье-то, кальку создавать А все-таки хочется, как бы, иметь свое лицо Поэтому я просто хочу обрести знания Чтобы иметь возможность покорять русского зрителя А русскими пьесами, русскими произведениями? И русскими тоже, в том числе Пожалуйста, русский проект «Мастер и Маргарита», где сейчас я задействована И Глеб тоже Вам не кажется, что когда вы забираете мужское То мужчина уже просто не в состоянии даже раз в год подвиг какой-то совершить? А мы ничего мужского не забираем Почему же? Вы считаете, что продюсером могут быть только мужчины? Так как Глеб создателя, я все-таки исполнитель Я не претендую Вот тут вы говорите, я исполнитель Это значит, что он круче, потому что он создатель, а вы исполнитель Вы знаете, если бы я вот так мыслила, как вы Я думаю, наш бы брак уже давно развалился Если бы мы сидели и думали, кто круче Вы уж понимаете, любой художник Прежде чем ему создать красивую картину, написать ее и так далее Надо, чтобы кто-то ему купил краски, холст, мольберт и так далее А деньги на краски, холст, мольберт, кто будет зарабатывать, женщина или мужчина? Нет, почему? Желательно совместно Ага, вместе Все-таки, да Конечно, и женщина должна каким-то образом вызывать у мужчины интерес Это не значит, что надо его провоцировать и флиртовать с какими-то посторонними мужчинами Но надо понимать, что в мужчине в первую очередь заложен инстинкт охотника, завоевателя И от этого никуда не деться И периодически надо его удораживать То есть в овечку превращаться? Ну не то чтобы в овечку, но может быть даже в дикую кошечку А вот эта дикая кошечка, она должна какими-то полунамеками, полутонами, аккуратно, так магически поглядывая на него, дать ему установку, вектор, куда, в какой магазин идти, чтобы к 8 марта у меня было бриллиантовое кольцо Мне кажется, что иногда можно даже не аккуратно намеками, а просто подсказывать Потому что, например, мой муж совершенно не умеет выбирать подарки Точнее, у него не хватает фантазии Он просто подходит и говорит, что тебе надобно, старче А я ему говорю, ну... Так это же не подвиг, да? Нет, это не подвиг Как-то банально Ну видите, да, наверное, мы уже такая старая пара, семейная А что интереснее получает, все-таки, если композитор напишет тебе песню, музыку, или все-таки что-то материальное? Платье, новые туфли, сумка? Материальное, оно имеет склонность изнашиваться, все-таки, да, и выбрасываться Женщины такие прагматичные существа А все-таки написанное, оно, это плевок в вечность, как говорила Фейна Раневская Но она говорила про кино, но, в принципе, философская точка зрения Вы знаете, что человек может все увековичить себя двумя способами Либо в детях продолжается его вечность, либо в произведениях искусства, которые живут еще долго-долго После того, как человек даже уже покинул этот мир Я смотрю на вас, вы такая воздушная, к поцелуям зовущая, как говорил один замечательный классик Скажите, пожалуйста, вы дома? Дома как вы себя ведете? Вы тоже в халате, в бигуди? Или все-таки вы... Бог с вами, какие бигуди? Меня в жизни так много красят, мажут и одевают, что нет На самом деле, моему мужу мне повезло Я нравлюсь больше всего без каких-либо... Одежд? Да, одежды при украшении Поэтому он очень любит, наоборот, естественную мою красоту Когда я не накрашена, расслабленная И у нас дома релакс Мы превращаемся в двух детей, играем с собаками Дурачимся, смотрим на рыбок Смотрим мультфильмы, иногда серьезные фильмы Плачем, потом это обсуждаем То есть у нас дома совершенно другая жизнь И она нам позволяет быть самим собой И получать от жизни удовольствие Красота Вот, может, в этом и есть главный подвиг Когда люди создают комфорт Причем друг другу Это как раз какая-то та определенная форма любви Которая приходит в пары после той пресловутой страсти Потому что, когда появляются только вот эти романтические отношения Конфетно-букетный период Это имеет свойственность проходить А вот дальше уже работа начинается над укреплениями отношений Потому что, как говорится Все мы знаем, что несложно мужчину привлечь его внимание Зацепить его, сложно его удержать Но удержать это не значит, что там запрещать ему что-либо Или соблазнять его каждый раз Просто станьте для него незаменимым человеком, другом А дети, это подвиг? Да, это большой подвиг Я считаю, что это вообще главное предназначение людей А как же быть продюсером или быть мамой? Столько всяких разных рук А что мешает это совмещать? Вопрос только просто Памперсы, элементарно, знаете, кормление грудью Блин, столько всего Анастасия может навалиться, черт поделить И детские болячки Каждый день подвиг Мы отказываемся от чего-то Каждый день Во имя чего-то Нет, ну дети С другой стороны, понимаете Какие бы ни были у тебя достижения в карьере Все равно По итогам ты остаешься совершенно один В определенные моменты своих каких-то, не знаю, слабостей И, наверное, только близкие люди Наверное, только люди, близкие по крови и плоти Могут тебя понять, принять в любом состоянии Я иногда понимаю, что я никому, кроме родителей, не нужна Я это чувствую, что вот прям Не то, что в смысле я никому не нужна А в смысле вот Бывают ситуации, при которых вот Как бы все могут практически отвернуться Но вот в родителях есть что-то такое Что все равно они как бы говорят Мы с тобой, мы рядом, мы тебя поддержим Даже если ты не права Вот кардинально не права Замечательно Мне кажется, что счастье как раз таки и в семье, и в детях, и в деньгах И от неумей у нас что-нибудь одно Мы уже будем немножко грибать Баланс, да, нужен баланс Но в любом случае это похоже на подвиг Спасибо огромное Спасибо вам Спасибо, Анастасия Гости нашей программы Сторонница моей позиции в сегодняшнем споре Была невероятно яркая и безмерно талантливая актриса Анастасия Макеева Спасибо большое Спасибо Телезрительниц канала Мир, конечно, я поздравляю с наступающим прекрасным мужским праздником 8 марта Мужским, потому что это действительно поистине мужской праздник, когда мужчина может почувствовать себя мужчиной И не побоюсь этого слова, даже кто-то может доказать это в этот день У меня просто был опыт прекрасных каких-то романтических отношений Именно вот с подвигами Да, с подвигами Человек там бросался на колени, публично признавался в любви Все это, конечно, вызывало во мне невероятные эмоции Но все-таки, на мой взгляд, настоящий мужчина познается в каждодневных, скажем так, трудностях и мелочах Ну, и что ты скажешь, попробую этой даме, которая очаровательная, безусловно Вся такая в платье Воздушная поцелуй Да, и четкое ощущение, что она вообще никогда не знала и не видела, что такое подвиг по отношению к ней И хочет его, хочет, ждет, а я вообще не знаю Понимаешь, люди, женщины особенно, они делятся на две категории Кто-то ждет подвигов в виде суммы Биркин, Мутенов, ну и так далее, и так далее, материальных ценностей А Анастасия, она из той плеяды предки, женщины, Николай, которые, в принципе, готовы согласиться даже на письму, на роль, даже иногда на две роли А мне кажется, что подвигом может стать просто чаепитие совместное Потому что это будет приятно, это будет очень редко, это будет очень очаровательно Да, но кто платит? Я? Блестяк С 8 марта, дорогой Теперь настало время и моей гости ответить на самые каверзные вопросы Давы окончательно опровергнуть каждый довод-аргумент Елены Обитаевой Итак, певица Ханна, невероятно обаятельная девушка с весьма красивым модельным прошлым и очень перспективным артистическим будущим Уже в студии ток-шоу «Высокие отношения» Здравствуйте Привет, Ханна Ну с наступающим, как говорят у нас Спасибо и тебя Это я должен сказать, с наступающим Ну ты от тебя дождешься, вот от мужчин, между прочим, я точно знаю, ни подвигов, ничего, никаких-то мелких подарочков на 8 марта, пока вот за горло, что называется, не возьмешь Правда, Ханна? Да нет, мне кажется, вот на праздники, еще как мужчины, именно на праздники активизируются Да У них там сразу проявляется, ой, 8 марта, это же надо что-то подарить, это женский праздник Ну давайте вспомним прошлый 8 марта, вот что подарили? Джентльменский набор, шампанское, шоколадка и цветочек Так давно было Мне в этом плане очень повезло, потому что мой мужчина на все праздники дарит мне очень такие женские вещи А вы как, заранее ему говорите, знаешь, приближается 8 марта, вот, а мне нужны туфты Нет-нет-нет, я никогда его ни о чем не прошу, и даже, мне так повезло, что я даже не намекаю Он знаете, как делает? Он делает скриншоты вещей, которые ему нравятся И вот мы сидим и ужинаем, например, женских, да Ну и трусики сделаю, я скриншот, девушка, повернись Так он это делает? Нет-нет-нет Что-что, ну не могу? Туфли, сумки, например А, в магазине? И ужин, да, в магазинной И ужин он мне говорит, ой, смотри, какие прикольные туфли, тебе нравятся? Я говорю, ой, да, мне нравятся И потом вот через два дня праздник, 8 марта, и вот у меня в коробочке А если не понравится? Я говорю, нет, вот эти вот мне не нравятся, мне вот эти нравятся То есть это, понятно Откуда это такое понимание женской натуры? Может быть, он так компенсирует отсутствие своего мужского внимания, вот такого ежедневного? Ты прям такой, хочешь меня где-нибудь подколоть, да? Нет-нет-нет, что вы, что вы, я пытаюсь разобраться Я выбрала такого мужчину, который по максимуму уделяет мне внимание И особенно на праздники, тем более, когда это 8 марта Он сам кайфует, когда я счастливая И он постоянно всеми действиями хочет сделать так, чтобы я была счастлива Ну а подарки, конечно же, нас, девочек, делают счастливыми Поэтому он и делает мне подарки Нас, девочек, вы сказали? Может быть, он как раз-таки перед девочками бывшими замазывает таким образом вину свою? То есть он чувствует себя уязвимым, да? У него как плохое настроение сегодня Скоро 8 марта, я жду подарков, а их все нет и нет Не будьте подарков за такое поведение Почему мужчина делает подарки? Конечно, мне кажется, что в 90, может быть, даже 9% это зависит от девушки самой Просто я всегда готовлю ему завтрак, готовлю ему ужин Несмотря на то, что я тоже работаю И там бывает такое, что я целый день на съемках Но я бегом-бегом бегу домой, покупаю продукты, приезжаю Я все делаю от себя, что могу сделать для него Он это видит и, наверное, где-то на подсознательном уровне Он понимает, что он не может ничего взамен мне не дать И у нас очень часто такое бывает, что я дома быстренько готовлю, переживаю, что я не успею ужин приготовить к его приходу А он приходит с букетом цветов А вот скажите, пожалуйста, например, 10 октября он может с букетом цветов приехать? Может, может, конечно И это подвиг? Конечно, подвиг А что вообще вы вкладываете в понятие подвиг мужчины по отношению к вам? Кроме цветов и кроме шампанского Очень мало пар, когда мужчина действительно оказывает знаки внимания Действительно ухаживает, действительно заботится о своей женщине Хан, ну что такое внимание? Ну, внимание, оно, знаете, такое расплывчатое понятие абсолютно Куда можно засунуть все? Все 12 подвигов Геракла можно тоже назвать вниманием к чему-то там С другой стороны, а подвиг ли, когда он берет там, я не знаю, вантус от унитаза и начинает его чистить? Это мы называем подвигом? Или подвиг лежать на диване, переключать каналы и рассуждать о политике? Что подвиг? Для меня подвиг это действие, которое мужчина направляет к своей женщине, делая себе там что-то некомфортное Вот, например, буквально вчера, да? Я понимаю, что все, я приготовила ужин и у меня нет масла сливочного Я понимаю, что он уже разделся, он уже в кровати Ну, как бы, и не могу даже сказать, съезди, пожалуйста, милый, за маслом Со мной мне тоже лень съездить за маслом Он мне говорит И вы завели корову Это были молока Он мне говорит, что там у нас с ужином? Я подхожу, говорю, ты знаешь, все в порядке, но нет масла сливочного И он говорит, а надо? Я говорю, да Он говорит, ну давай я съезжу Он надевается, выходит в 12 часов на улицу, идет снег, он садится за руль и едет за маслом Оно мне нужно Вот это я считаю, что это подвиг Тут есть один маленький момент, ведь он тоже будет употреблять это произведение кулинарного искусства Поэтому он заинтересован каким-то образом То есть это как бы Он боялся остаться в голове Это полуподвиг Нет, он же знал, что ужин в любом случае есть А что на ужин вообще было, Ханна, что это за блюдо? Бутерброды? Нет Хорошо, а он делал реальный подвиг Вот для меня, например, подвиг мужской бросить курить Скажем так Я бросил! Во-первых, он у меня не курит, он не пьет Он мне сделал предложение буквально недавно Это подвиг? Браво, наконец-то! Это подвиг! Молодец! Просто браво! Когда же делают женщины предложение, это подвиг Это подвиг! Это настоящий подвиг, причем мы уже достаточно давно жили вместе А вы что, не ждали уже, что ли? Ну что-то такое уже было Да? Да нет, ну просто я не относилась к этому как Мы просто постоянно говорили о том, что мы придем в ЗАГС, спокойненько распишемся У нас настолько все было понятно, что предложение я уже не ожидала Думаю, просто там, он не скажет завтра, ну что, пойдем в ЗАГС, распишемся Вот, а тут предложение, это подвиг Но это было сделано как-то, вот именно как подвиг Очень романтично То есть красиво, расскажите как Он снял президентский номер в отеле, позвал меня на ужин Там были музыканты, ужин, красивые свечи, все такое вот романтичное-романтичное А потом он знает, что я вообще не пью никогда И он мне говорит, ну давай вот сегодня сделаем исключение, вот выпьем по бокалу шампанского Это тоже подвиг, я понимаю Я говорю, Пань, ну пожалуйста, а он тоже не пьет Он говорит, нет, ну давай сегодня ты и я вот сделаем такой подвиг и выпьем То есть вы напились? И тут он говорит, надо предложение Кстати, я забыла предложение, какое-то надо было сделать В общем, он разлил шампанское в бокалы И когда мы пили на бордершафт, это называется Я в бокале увидела кольцо Боже, хорошо, хоть вы увидели его Вы его не проглотили, Ханна Это, конечно, жестоко очень Это подвиг Вы так устали, на самом деле, ждать этого предложения, Ханна Я вам скажу, что когда мужик уже сделал так называемый подвиг Хотя это нифига не подвиг Почему не подвиг? Ну как не подвиг? Большинство, опять же, моих знакомых просто говорят Так, малышка, завтра, короче, на ЗАГС Давай там какое-нибудь вот купим тебе колечко там какое-нибудь И спокойненько Подешевле Конечно, подешевле, да Ханна, вот смотрите, сейчас он сделал вам предложение В принципе, количество подвигов, выдаваемых женщиной на жизнь мужчины Ну, строго ограничено, значит, по вашей схеме, да Ваша доктрина Это что, сделать предложение? Вот уже все, подвиг Ну хорошо, и что? А дальше по празднику? А дальше что? Родить ребенка? Хорошо, все Из роддома встретить, чтобы три лимузина Тимати, значит, на капоте, все Отлично Лепс там где-то на подъехах Лепска, подожди, по-моему, рождение ребенка это женский подвиг Нет, встретить женщину из роддома, конечно, не родить А дальше что? Послушайте, ну подвиги, подвиги, они везде Просто не нужно делать так, заставлять мужчину делать эти подвиги каждый день Ну что, мы тоже какие-то там, не знаю, супер принцессы, что нам нужно каждый день подвиги делать Даже праздники так распределены в календаре, что не каждый день Если каждый день праздник, с ума садится Не-не-не-не, подождите, подождите Постепенно Вы забываете, вот посмотрите на Хану, прекрасно выглядит, замечательно, длинные ноги, ухоженное лицо Каждый день женщина идет на этот подвиг, она смотрит на себя в зеркало и красится Почему вы, мужчины, вы не делаете над собой каких-то усилий, чтобы и нам, женщине, было приятно Мы присутствуем Вот вас бы это присутствие устроило бы, Ханна, мне кажется, что нет Ну нет, конечно Это нормально, что мужчина приглашает тебя в кино, в рестораны, за тобой ухаживает Или говорит, давай сегодня я ужин приготовлю, это нормально Но для меня все-таки подвиг это что-то более глубокое То есть это не просто поехать, там, не знаю, купить букет цветов А это поехать после работы, когда ты очень устал Когда ты живешь с девушкой уже три года, а это не ваше первое свидание Купить ей цветы и привезти домой, вот это подвиг Но сделать это неожиданно, не каждый день Есть такие люди, которые начинают, смотрите, каждый день дарят вам цветы Но настанет время, когда вам это надоест Ну нет, а зачем, ну это и не нужно каждый день дарят Сегодня цветы, потом сумку, потом туфли, вы же слышали А вот тогда объясните мне Говорят, что после пяти лет, пять лет люди живут вместе, в браке Вот через это время вдруг куда-то подвиги уходят, куда-то любовь уходит Может быть для того, чтобы спасти эту любовь, мужчина должен совершить что-то вообще невероятное Прийти с бланшем и сказать, я отстоял твою честь С кем-то подраться в ресторане, например Послушайте, ну ведь это бывает не только после трех лет или пяти лет По крайней мере в наших отношениях такое бывало и после года Но в любом случае, когда люди живут вместе, наступает момент, когда они друг к другу привыкают И им уже как бы не то чтобы надоедает, но они спокойно относятся к тому, что имеют Начинают, может быть, не ценить или как-то не обращать внимания на кто рядом И, конечно же, опять в этих моментах очень важно показать мужчине, что Я, например, об этом говорила, я говорю, Паня, ты понимаешь? Я все понимаю, что мы живем вместе, ты уже ко мне привык, я к тебе привыкла Но если мы сами над нашими отношениями не будем продолжать работать Ты, например, со своей стороны не будешь элементарно мне дарить цветы или делать какие-то подвиги А я со своей стороны буду заигрывать с другими мужчинами То мы рано или поздно разойдемся И если мы не хотим, если ты меня любишь, и я тебя люблю, и мы не хотим с тобой расходиться То сейчас наступает тот момент, когда мы должны с тобой взять наши отношения в свои руки И начать над ними работать То есть ты завтра мне привозишь цветы, а я завтра не буду писать какому-нибудь Васе, что, мол, типа, как дела, Вася? Вот что-то Мы из Каханна приехали, да, к концу программы, что ты завтра мне кольцо сейчас подаришь, ясно? И номер в президенте А то мне Вася тут можно писать А то мне Вася сейчас напишет в контакте и до свидания Нет, я, конечно, я вижу, сами говорите, когда отношения приходят к тупику, ну, над ними надо работать Надо провоцировать, я понял, это правильно За работу, друзья, за работу Спасибо огромное гости нашей программы и сторонницы моей позиции в сегодняшнем споре Была невероятно очаровательная и безумно обаятельная певица Ханна Спасибо, спасибо огромное Девушки, бабушки, сестры Хочется вам пожелать, чтобы ваши мужчины всегда вам пели песни о любви Радовали вас заботой, теплом, пониманием и доверием Для меня, например, подвиг мужской бросить курить, скажем так Я бросил Ты прям такой, хочешь меня где-нибудь подколоть, да? Во-первых, он на меня не курит, он не пьет Он мне сделал предложение буквально недавно Вы зачем, скажите, пожалуйста, совершенно юное, милое создание посадили на этот синий стул, Николай Когда девушка была абсолютно на моей позиции Почему? Она молодец, конечно, она начала конкретно говорить о том, что она делает И поделилась с телезрителями секретами, как все-таки выбивать из мужика И предложение руки и сердца, и туфель, и сума Да никто ничего не выбивал Как человек рассказывала о том, как ей делали предложение Для нее это не просто подвиг, это целая история, это целая сказка Ну а вы хотите, я так понимаю, чтобы каждый день вам делали сказку Так не бывает Но не может быть много подвигов, потому что потом это само слово исчезает Это начинается некая обыденная жизнь Ты не рыцарь, Николай, я тебе так скажу Ты не Дон Кихот Никаких подвигов А я скажу тебе по-другому Я по-другому Ты не ангел, но для меня Знаете, я все-таки останусь при своем мнении Внутри каждого современного мужчины живет ребенок Ну, почему, кстати, только современного Так было всегда И вот именно эта непосредственность и отсутствие страха позволяет нам быть героями По крайней мере для всех своих женщин Точнее, это позволяет вам снимать себя ответственность за ежедневные дела Откладывая компенсацию до ближайшего праздника Но вы ведь принимаете условия игры В конце концов, для того, чтобы рассказать подружкам Как фантастически провели международный женский день Николай, ну женщинам-то нужна стабильность и зависимость Зависимость от чувств, эмоций, секса, денег, ну чего угодно Вот тогда и дома будет все тепло и вкусно И халаты, шкафы не достанут И пока у вас нет этой мудрости и сил держать на привязи свою вторую половинку Вот и ходите бобылем Женщины бывают разные И у каждой свой идеал и список критериев Это с подружками можно поплакаться, что он совсем не принц Но уверен, так все-таки лучше, чем засыпать одной под одеялом Слушайте, вы эксперт высоких межличностных материй Упражняйтесь своим остроумием где-нибудь за периметром студии Лена, простите, но сегодня вы на меня нагоняете тоску Нет, это с вами, ну совершенно невозможно разговаривать Ну раз так, давайте разойдемся Отлично, продолжим следующую пятницу Ровно через неделю мы снова встретимся в студии ток-шоу «Высокие отношения» И обсудим самые неоднозначные события прошедшей недели Зададим самые пикантные вопросы И добьемся самых откровенных ответов Так что увидимся уже совсем скоро и только в эфире телеканала «Мир» С вами были Елена Абитаева И Николай Пивненко До свидания Счастливо Ну, 8 марта, опять подарки, опять дурацкий день, опять посуда, опять цветы, опять все дорого, опять денег нет И вот это вы называете подвигом? Денег нет, денег нет это ваш подвиг, сделайте так, чтобы они были, Николай И вообще, если денег нет, то почему бы не подарить нечто существенное, некий белый четырехколесный милый презентик Где вы говорите, у вас ключи, документы, знаете, у меня есть один знакомый Вот по карманам, вы по карманам меняете, умеете шастать? Один знакомый, он прям переоформляет машину за сутки, не поверишь, как быстро это делает Как ты не поймешь, что настоящий, жаркий, погиб, потому что они не должны видеть, поцелуй может быть самым настоящим подвигом! Ты меня целуешь уже? Я уже обцеловался Ты меня целуешь